Итак, ребята, сегодня я собираюсь вам показать все, что не успела вам показать видео про новое обновление. Как вы, наверное, уже понимаете, все видео с тем, как найти конфеты, я выпустила. Можете посмотреть их прямо на моем канале, а видео с Insane вы можете посмотреть на канале Брайса, ссылка на это видео будет в описании к этому видео. Я забыла показать вам самое главное, это вот эту корзину с грязным бельем, новая такая вот корзина с грязным бельем, и у нее даже есть какие-то эмоции, на которые я еще не нажимала. Ну, короче, понятненько, тут ничего такого, она просто либо так, либо так держит. Ребята, если вы знаете какие-то новые баги, которые появились, может, с этой корзиной или с чем-то другим, новые места, все что угодно, прямо под этим видео напишите в комментариях любой секрет, чтобы попасть в мое видео проверки ваших секретов. И да, я нашла новое, еще одно секретное место, уже второе в новом доме. Что могу сказать, сейчас я поднимаюсь на самую крышу, и здесь у нас, как всегда, как каждый год происходит, вместо вертолета у нас появляется летающая тарелка. Она абсолютно такая же, как и в прошлом году, поэтому, ну, мы сейчас все равно ее запустим, и долетим, давайте, до нашего места, где будем ставить дом. Конечно, это наше место 17, и вот так разворачиваемся. Смотрите, блин, тарелка, на самом деле, реально прикольно выглядит, но было бы классно, если бы в Ульфпак ее хоть как-то бы, я не знаю, поменял. И сейчас я хочу еще раз поточнее показать вам, потому что у нас в новом Виколпаке с машинами у нас появилась одна новая тачка. Это вот эта вот тачка, которая, в общем, полицейская, как всегда. Здесь мы можем ее менять, давайте посмотрим. Здесь, как вы видите, можно посмотреть, что есть внутри. Обычно в таких машинах нельзя такого сделать, в каких-то военных, типа в танке, даже если ты вовнутрь забираешься, там ничего особо нет. Здесь все-таки можно посмотреть, но здесь, так как у нас темно, ничего не видно, я сейчас возьму фонарик и покажу вам, что есть внутри. Давайте посмотрим. Ого, слушайте, тут очень интересно. Тут, во-первых, у нас целых 6 сидений, какие-то полочки. Вот здесь водительское сидение, здесь водитель и переднее сидение. Ну, в принципе, больше ничего такого. Итак, давайте теперь сядем вот сюда, фонарик можно убрать. И здесь у нас есть, получается, такое место, откуда мы можем стрелять, то есть как из танка прямо. У нас есть еще одна кнопка, на которой мы можем менять эту машину. То есть мы можем переделать ее на полицейскую, можем переделать ее на машину шерифа. Знаете, я ни разу в жизни не видела, чтобы шериф ездил на вот такой тачке. Слушайте, ну машина у нас такая внушительная, габаритная. Мы также можем поменять ее на военную машину, дальше на State Trooper и снова вернуться на SW8C. Мне, слушайте, мне эта тачка нравится. Дальше я хочу, конечно же, вам показать следующую новую функцию. Точнее, вообще новые секреточки, которые появились в доме и новые приколюки, которые здесь появились, которые я, конечно же, вам не показала. Все, что я вам показала в прошлый раз, это был секрет внизу. Секретная комната я покажу вам на всякий случай его еще раз. Те, кто пропустил это событие. Но здесь есть еще один секрет. Сначала мы выходим на задний двор. Я в прошлый раз этого не сделала. И здесь у нас есть четыре вот таких кнопки для премиума. То есть, ребята, те, у кого есть премиум, могут этим воспользоваться. Что у нас здесь есть? Во-первых, первое событие это гамак. Ну, короче, вот такая вот зона отдыха. Давайте попробуем нажать на следующую кнопку и посмотрим, что же у нас здесь появится. Походу, я что-то не поняла. Давайте еще раз нажмем. Смотрите, мы нажали и теперь у нас появляется детская площадка. Блин, я что-то тут все перекликала. Я нажала вот сюда, у нас появились вот такие цветы. И с другой стороны у нас появились тыковки. То есть, у нас здесь такие, типа, сад, огород, где мы выращиваем цветы и тыковки. Дальше мы сейчас, когда у нас закончится время, переключаемся на третью функцию. И это у нас, ого, вот такой джакузи, значит. Здесь отдыхать, гриль. И вот так здесь можно, короче, позагорать на этой штуке. Слушайте, ну прикольно выглядит. Давайте включим первую. Первая, это детская площадка, кстати. Вообще, это первая детская площадка, которая у нас выполнена вот в таком цвете. Обычно они у нас такие яркие, цветные. Но здесь Вольф Пак все сделал иначе. И, честно говоря, мне эта площадка реально очень нравится. Она такая стильно выглядящая. Короче, не знаю, в общем, прикольная функция, которую можно поставить у себя в доме. И здесь, с другой стороны, у нас песочница. Офигеть, походу, это вообще первая песочница, которая у нас появилась. И смотрите, кроме... Мы можем взять здесь только бегемота, потому что он есть у нас в инвентаре. А всего остального у нас нет. И мы это не можем взять. Прикольно, конечно. Очень интересно, Вольф Пак сделал. И последняя функция. Это у нас такая же функция. Гамак, в общем. И вот такой обеденный стол, где можно пожрать, короче, покайфовать. В общем-то, в принципе, прикольно. Мне нравятся вот эти четыре новые функции, которые созданы для премиум пасса. Это реально очень прикольно. И лишний раз мотивирует купить премиум пасс, который, в принципе, это и так не особо дорогой. Вот, ну, по сравнению, знаете, с какими-нибудь ценами, например, на эстейтспасс, который стоит 800 робоксов, то премиум у нас, в принципе, недорогой. Дальше у нас есть еще одна секретка, конечно, которую я покажу вам новую обязательно секретку. Но сначала я покажу ту, которую я уже показывала. Здесь, когда мы прыгаем вот сюда, мы можем выйти через этот в секретную комнату. Как вы понимаете, вот сюда мы попадаем. Главное, не потеряться теперь в этот раз. Если мы прыгаем вот сюда обратно, мы можем, короче, попасть обратно в дом. В прошлый раз я потерялась, мне пришлось вообще телепортироваться. Ладно, давайте посмотрим, что здесь есть. А здесь у нас вот такое вот какое-то странное помещение, которое находится под домом. Я не знаю даже, что здесь такого. Ну, как бы здесь, в принципе, больше ничего нет. Давайте попробуем, наверное, взять спальный мешок, забагаться, посмотреть вообще, где мы находимся и что тут происходит. Итак, мы берем спальный мешок, багаемся и... Ого, смотрите, я забагалась и получается я что-то типа между как под картой и вот этими текстурами дома. То есть у нас как расширяется помещение. Отодвинуть я не могу, но видно то, что вот это карта. Но, ребята, знаете, что интересно? Что под карту я забагаться не могу. И вообще я, блин, застряла в этом всем. Это жесть. Так, ребята, я жестко застряла. Мне придется опять телепортироваться к дому. В общем, на самом-то деле, слушайте, штука очень даже неплохая, штука прикольная. Но я случайно нашла еще новый секрет. Я почитала ваши комментарии и мне этот секрет никто не написал. Либо, ребят, возможно, кто-то написал, но я просто не увидела этот секрет, потому что комментариев было ну крайне много. Мы заходим вот сюда, в нашу гардеробную. И сюда нам нужно поставить лестницу. Мне очень понравился вот этот потолок, в принципе. И здесь нам нужно взять спальный мешок. И я его, короче, очень интересно забагала как-то вот сюда. После того, как я запрыгну сейчас в этот спальный мешок, я оказываюсь на крыше, ребят. Ну, как вы сами видите. И после этого я хочу вот так вот сюда вставить еще спальный мешок. Надо бы сделать это как очень удобному. Итак, мы сейчас сюда ставим спальный мешок. Давайте поставим его. И посмотрите, где я оказываюсь. Ребята, это еще какое-то место под крышей. Оно очень большое, пустое. Здесь просто огромнейший чердак под крышей. Это вообще пушка. И здесь как-то странно, но Вульфпа, короче, не убрал вот эту вот кирпичную стену. Все остальное белое. И здесь такая кирпичная стена. Еще вот это какая-то интересная штука. Я не знаю, вроде таких больше тут нет. Посмотрите, ребят, давайте посмотрим, что это такое. Я не знаю, какая-то прозрачная штука непонятная. Давайте попробуем выйти наружу, посмотреть, может быть, это что-то с наружной стороны. Я просто не поняла немножко. Ладно, давайте сейчас выходим. И смотрим, что же нет, ребят. Посмотрите, ничего тут нет. Никакой прозрачной штуки здесь нет, ребята. Это очень интересно, потому что тогда что это такое на этом чердаке? Я не знаю, может быть, это Вульфпак что-то не так там у себя сделал, когда делал этот дом. Либо это реально что-то очень интересное, ребята. Ну, вы посмотрите, этого больше нет нигде. Это какая-то просто прозрачная штука. Я не могу на нее нажать и ничего не могу с ней сделать. Слушайте, но это очень интересное второе секретное местечко, которое у нас есть в доме. То есть у нас в этом доме целых два секретных места. И мне они действительно очень нравятся. Я им могу сказать, что мне действительно нравятся вот эти секретные места в доме. Давайте попробуем забагаться сюда с другой стороны. Может быть, мы здесь тоже что-то обнаружим. Я этого не делала. Но я думаю, что ничего. Я думаю, что мы сейчас попадем, да, в то же самое место. То есть ничего особо не изменилось. В принципе, крыша та же. Ну, а вы, если хотите попасть в мое следующее видео проверки секретов, прямо под этим видео напишите. Любой новый секрет, новый баг, который вы смогли найти. Особенно если это баги после нового обновления. И тогда вы попадете в мое следующее видео.